Бисмиллахи рахмани рахима, ва салату ва саламу аля саиды ламбия и ва ламурсалин, ва аля алихи ттайбина тахирин аль ма'сумин. Наверняка вы неоднократно слышали о том, что основателем шиитма являются иудеи из Йемена по имени Абдулла ибн Саба. Это одна из тех легенд, посредством которых усердно очерняется шиитское учение. Несколько лет назад у нас состоялась заочная дискуссия с Кастэгским, где мы ясно и отчетливо продемонстрировали, что история Абдулла ибн Саба является выдумкой Сейфа ибн Умара, передатчика, который является каззабом по единогласному мнению всех мусульманских ученых. Каззабом, то есть человеком, который много выдумывает и много лжет. Тогда Кастэгский, как ему показалось, нашел остроумный выход из ситуации. Он заявил, что да, Сейф ибн Умар является ненадежным передатчиком, и мы не можем принимать от него хадисы и предания посланника Аллаха, но мы можем принимать от него исторические сведения, ибо в этом вопросе он является надежным передатчиком. Сейф ибн Умар, за то, что они считали его достоверным человеком истории. И мы, конечно же, не поняли, какая разница между преданиями посланника Аллаха и историческими сведениями, когда речь идет о передатчике, который является каззабом, лжецом, выдумщиком. Конечно же, никакой разницы нет. И несмотря на то, что лживость Сейфа ибн Умара, единственного передатчика истории про Абдуллу ибн Саба, является единогласным мнением всех мусульманских ученых, всех мусульманских течений, однако ваххабиты не спешат отказываться от этой истории и признавать ее лживость и недостоверность, дабы не лишаться возможности продолжать очернять шиитское учение. Хотя среди них находятся исключения, вроде египетского ученого Мустафа Аль-Адави, который неоднократно признавал недостоверность и ненадежность истории Сейфа ибн Умара. Он говорит, отвечая на вопрос о том, является ли личность Абдулла ибн Саба реальной исторической личностью или нет, говорит, что не знает никаких достоверных источников, подтверждающих реальность этой исторической личности. Максимум, что я мог обнаружить, он говорит, это то, что передается в Тарих Ат-Табари, но среди передатчиков имеется кадзаб, то есть человек, которому много лжет и выдумывает, и, конечно же, он имеет в виду Сейфа ибн Умара. Но давайте предположим, что эта история достоверная. Не только личность Абдулла ибн Саба является реальной исторической личностью, но даже та история, которая ему приписывается Сейфом ибн Умаром, даже она является достоверной. А именно история о том, что Абдулла ибн Саба сумел посеять разногласия и смуту между сподвижниками. Предположим, что вся эта история является достоверной. Но как шеизм, который основывает свои убеждения на Коране и сунне, достоверной сунне, И даже на мутаватых хадисах, которые обладают наивысшей степенью достоверности, как шаизм, который призывает своих оппонентов к дискуссии на основе Корана и на основе признаваемой ими же сумны и хадисов, как шаизм, который не только не основывает свои убеждения на словах и высказываниях и трудах и наследии Абдулла и Бен Саба, но даже более того, понятия об этом наследии не имеет. Не имеет понятия о том, какие убеждения Абдулла и Бен Саба исповедовал, какие он идеи проповедовал, как этот шаизм может быть основан Абдуллой и Бен Саба. И в связи с этим более логичным выглядит утверждение Усмана Аль-Хамиса, в котором он заявил. Он говорит, никто не утверждает, что Абдулла и Бен Саба является основателем шаизма. Абдулла и Бен Саба является основателем сабаизма. Что такое сабаизм? Он говорит, что сабаиты – это течение в шаизме, и сабаизм – это секта в шаизме. Их особенность является то, что они обожествляют Али, то есть считают Богом Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам. Он говорит, что они также называются, помимо того, что называются сабаитами, они также называются Али-Ибн-Абиталиб. Обратите внимание, он говорит, что мы никогда не утверждали о том, что Абдулла и Бен Саба является основателем шаизма. Это утверждение Османа Аль-Хамиса выглядит более логично, чем утверждение тех ваххабитов, которые утверждают, что основателем шаизма является Абдулла и Бен Саба. Но даже относительно данного утверждения Османа Аль-Хамиса у нас возникают вопросы, на мой взгляд, более чем логичные и уместные. И этот вопрос заключается в том, почему сабаиты являются шаитами, на каком основании и по каким критериям вы причислили сабаитов, то есть людей, которые обожествляют, как вы утверждаете, Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам, как вы их перечислили к шаитам. Потому что, обратите внимание, шаизм – это учение, исповедующее преемничество Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам, то есть имамат, учение об имамате. Шаит – это те, кто утверждают, что после посланника Аллаха, Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам, является полноправным преемником его светлости. Учение об имамате. Именно это объединяет все шиитские течения. Имамизм, исмаилизм, заидизм – все они объединены этой общей идеей. В противном случае у них нет ничего общего между собой. Почему они называются одним течением? И разве вы не замечаете разницу между тем, чтобы называть Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам, имамом, и тем, чтобы называть его богом. Шиизм – это учение об имамате. И, как мы видим, сабаизм получается, что это учение о божественной природе, его светлости Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам. Конечно же, ничего общего не имеющего с учением об имамате. Как по мне, причисление сабаитов к числу шиитов, точно так же, как и причисление некоторых других групп и сект, который обожествляет ту или иную личность, в том числе и его святость Али-Ибн-Абиталиб, алей-иссалату-вассалам, необоснованно и несправедливо. Хотя эту же ошибку совершали и некоторые шиитские ученые. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту. Али-Ибн-Абиталиб, алейкум, ва баракяту.